Правильный восьмиугольник, то есть вот так вот стоят точки, в боках стоят вершины правильного восьмиугольника. В начале лягушка или кузнечик, кто вам больше нравится, находятся в верхней вершине. Дальше прыгает каждый раз в соседнюю вершину, ровно или вперед, или назад, ровно в соседнюю. Вопрос. Сколькими способами за 2н прыжков кузнечик может добраться в нижнюю вершину? Если считаем, что когда он попал в нижнюю вершину, то он из нее уже больше не выходит. То есть система такая. Вот он прыг, 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 и все. И больше нельзя. Ну или здесь прыг, 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 прыг. Вот как-то так. Так вот, понятно, почему 2н. Потому что за нечетное число прыжков, конечно, попасть невозможно. Потому что можно окрасить в один цвет вот эти точки, а в другой цвет остальные 4. И каждый прыжков он меняет цвет. Значит, чтобы попасть в вершину своего цвета, он, конечно, должен пройти на черное число. Так вот, оказывается, что мы сейчас, вот равнованно таким образом, можем написать матрицы, найти собственное значение, и у нас абсолютно все замечательно получится. Есть правильный восьмиугольник. Попадая в точку Е, в нижнюю его вершину, мы уже из нее никуда больше двигаться не можем. Каждым ходом из любой другой вершины сдвигаемся в соседнюю вершину. Вопрос, сколькими способами можно из верхней вершины попасть в точку Е. Ну, смотрите, давайте, когда поймем, что картинка симметрична, поэтому разумно обозначить вершины В, С, Д и, с другой стороны, соответственно, В, С, Ш, Д, Д. Количество способов попасть в Д равно количеству способов попасть в Д. Так вот, в начале, когда сделано 0 шагов, мы находимся в точке А. Поэтому количество способов попасть за 0 шагов в точку В, С, Д и, Е, это Н, В, А в точку А единица. Вот мы начинаем с такого вектора 1, 0, 0, 0, 0, 0. Формула, которая дает для Н плюс 1, если мы знаем все для Н, очень простая. Смотрите, в точку А мы приходим либо из Б, либо из Б штрих, поэтому 2БН. В точку В приходим из А или из С, в точку С приходим из Б или из Д. В точку Д мы не можем прийти из Е, приходим только из С. В точку Е попадаем или из Д, или из Д штрих, значит, это 2БН. Отлично. Фактически надо возвести в степень матрицу размером 5 на 5. То есть у нас просто-напросто есть вектор начальный, 1 и все 0 и остальные. И вот такая функция, такой линейный оператор. Его надо возвести в степень. Но в данном случае это упрощается из-за четности. Смотрите, как вычисляется БН плюс 2? Это АН плюс 1 плюс ЦН плюс 1. То есть это 2БН плюс БН плюс ДН, то есть 3БН плюс ДН. Точно так же. Что такое ДН плюс 2? Это ЦН плюс 1, то есть БН плюс ДН. Получается, что вектор БН плюс 2, ДН плюс 2 выражается, естественным образом, через вектор БН и ДН. Значит, можно смотреть только на Б и Д, и когда мы все будем знать, ответ получается по формуле. Е2Н это 2Д2Н минус 1. Отлично. Поэтому вводим новое значение. ХН это В2Н плюс 1, УН это Д2Н плюс 1. Х нулевое это В1, это единица. Ну потому что, вы помните, В1 это А нулевое плюс Ц нулевое, а тут и единица. У нулевое это Д первое, а Д первое это Ц нулевое, это ноль. Значит, фактически у нас есть вектор с кардатой 1, 0. И формула для пересчета. ХН и ГН получается возведением в Н степень, это очень важно, я здесь забыл мучку, что Н, матрицы 3, 1, 1, 1 и умножить на В. Значит, мы должны в очередной раз найти собственные векторы, то есть решить систему уравнений 3, 1, 1, 1 умножить на Х, У это ЛЯМДАХ, ЛЯМДАЮ. Вот, она здесь решена. Из нижнего уравнения Х это ЛЯМДА-1 умножить на У. Подставляем верхнее, получаем, что У это ЛЯМДА-3 умножить на Х, то есть ЛЯМДА-3 умножить на ЛЯМДА-1 умножить на У. Значит, если У не равно 0, то ЛЯМДА-3 умножить на ЛЯМДА-1 равняется 1. То есть ЛЯМДА квадрат минус 4 ЛЯМДА плюс 3, это у нас единица. прибавляем к этничке, получается 2 это лямда минус 2 в квадрате то есть лямда это 2 плюс минус корень из 2 когда я считаю корень, получается плюс минус корень из 2 отлично значит, есть два разных собственных значения и у каждого из них свой собственный вектор вот они, 2 плюс корень из 2 и собственный вектор 1 плюс корень из 2 1 и собственное значение 2 минус корень из 2 и вектор 1 минус корень из 2 1 теперь Теперь по этим векторам надо разложить вектор с координатами 1, 0. Это просто. Надо решить вот такую систему, что α умножить на 1 плюс 2 плюс β умножить на 1 минус 2 это единица. А α умножить на 1 плюс β умножить на 1 это 0. То есть β минус α. Значит получается такое уравнение. α это 1 делить на 2 корня из 2. β минус 1 делить на 2 корня из 2. И значит, когда мы возводим матрицу в n степень, у нас получается вот такая вещь. Вектор умножается n раз на его собственное значение. Такой вектор умножается на его собственное значение n раз. Ну и те самолицы в это 1 делить на 2 корня из 2 и минус 1 делить на 2. Поскольку нас интересует на самом деле значение d, то мы смотрим на вторую координату. И получается замечательная вещь, что d2n плюс 1, то есть вот эта самая n-ная координата, задается вот такой формул. Сравните. Я здесь убрал двойку, там была двойка, это было 2 корня из 2, я убрал двойку, потому что 2dn плюс 1. Мы нашли количество способов. Ну, правда, мы нашли это для e2-2, а спрашивали про 2n-ая. Ну, соответственно, если интересует 2n-ая, значит, надо написать 10-1. Будет ответ 2n-ая. Заметьте, пожалуйста, при стремлении n к бесконечности, разумеется, реальное значение имеет только вот этот слога. То есть, e2n плюс 2-ая, это число целое, ближайшее вот к этому числу, к числу 2 плюс корень из 2 в n-ой степени, 3 на кореньку. Потому что 2 минус корень из 2, это примерно 6 десятых, а в n-ой степени при больших n это будет очень маленькое число. Значит, ну, эта формула... Кстати, в формуле Бенле то же самое было видно, что n-ое число Фибоначчи это фактически n-ая степень золотого сечения, ну, там еще деленная на корень из 5. Вот и здесь то же самое. Это n-ая степень числа 2 плюс корень из 2 и еще деленная на корень из 2.